Утро со звуком! Не проспи! Главное это утро! Друзья, вот собственно и они! И прибыли они, собственно! Лево Фишер, привет! Доброе утро, ребята! Всем доброе утро! Красавица, накрасывайся! А как вкусно пахнет, Костя! Опять на свидание идёт! Кто вкусно пахнет? Я? Слушай, ты так сказал про неё, как еда! Вкусно пахнет! А я просто... Хотя, если мужчина на женщину не смотрит, как на кусок мяса, то ли мужчина хреновый, то ли женщина такая, не мясная! То ли мясо не то! Ножка в уши, я, наверное! Так, ты курице не прикидывайся! Так, друзья, я единственное, что не поняла! Костя, я за год первый раз от тебя услышала, что я сегодня хорошо выгляжу с утра! Это что значит-то вообще? Веснянка напала! Веснянка на меня напала! А я тебе бы всегда говорил, что ты хорошо выглядишь! Ты ни разу мне не говорил, что я хорошо пахну! Я в тот раз тебя обнюхал! У него до этого насморк был, он не чувствовал! Я предлагаю переключить наше внимание, да? Я вот тоже сейчас буду! А мы такую плавную платформу готовим! Бам-арам-бам-бам-бам! А то Лера сейчас бух и... Она уже здесь, она уже с нами! Лерочка, доброе утро! Здравствуйте! Лера Туманова, автор-исполнитель, собственно, многих песен! Так, и что? Вот, скажи мне, я путаю или Электро это и есть ты? Ну, моя, скажем так, творческая карьера в 16 лет началась с этого имени, но сейчас мы решили, что я и сама по себе, у меня прекрасное имя, я выросла, хватит уже псевдонимов, пусть люди знают, как меня зовут по-настоящему! Ну, достойно аплодисментов, я считаю, друзья! Молодец, что приехал! От нас от всех, ой, не то, вот! Плюс два! Бывает иногда такое, друзья, бывает! Успеть за 40 секунд, знаете, я бросила всех своих сопровождающих людей! Одного он около метро Юго-Западное, другой около... Профсоюзный, сел на метро и, в общем... Ну, они подъедут, твои сопровождающие? Сопровождающие! Ну, они подъедут часа через два, я так думаю, попробую! Ну, к концу эфира так подъедут нормально, а то и уже за конец эфира! Так, Лера Туманова работает, собственно, с Домиником Джокером! Наш тоже хороший, можно сказать, друг, коллега, знакомый, и его тоже хиты и песни знаем! И певец! Как случилось так, что вы вместе работаете? Как так? Ну, мы давно с Домиником познакомились, еще в моем родном городе, он приезжал... Я еще была маленькая, училась в школе, а Доминик приезжал с гастролями на фабрике звезд, четвертая, если я не ошибаюсь! Конечно, у нас там полгорода просто пришло на этот концерт выдающийся, правда выдающийся, тут не без преувеличения! И с Домиником я следила, потому что, ну, во-первых, смотрела шоу, во-вторых, он сразу заявил себя как композиторе, а я пишу музыку с детства, и я поняла, что вот этот человек, с которым мне не обязательно надо познакомиться, не просто там с какими-то там звездочками, певицами и певцами, а именно с композитором! Докер, ты мой! Да, и я подошла к нему после концерта, но я просто не то, чтобы я из зала подошла, я просто девушка в своем городе уже была известная, я много там выступала со своей группой, и проникла практически, понимаешь, за кулисы! Да, и, в общем-то, нагрузила Доминика с какой-то кучей всяких там бумажек, дисков и так далее! Так, это тебе от мамы огурцы от будущей течи? Я пишу, я пишу, я пишу песни! И Доминик мне говорит, ты знаешь, это все очень хорошо! Я сказала, ну ты будешь в Москве, ты ко мне заезжай! Сказал мне так Доминик, и подумал, что на этом, в общем-то, все! А я оказалась девочкой... Проворней! Проворней, да! Не отпустила его на пустом месте! Поступила в Москве! Стала учиться, и приехала в Доминик и сказала, Доминик, ты же помнишь, что мы с тобой встречались? Он такой, ух, ё! Ну что такое? А что было? Такое! Заведи Разбудитель на 9.15! Утро со звуком на Радио 13! Они разбудят всех! Разбудитель, друзья! Замечательная рубрика на Радио 13, в утреннем шоу «Утро со звуком». Что именно делаем? Сейчас мы спросим у Леры, сейчас она такой из проводовки. Запуталась! Выпутается из проводовки. Отлично, все! Я справилась с этим! Я ее выручил! Лера, Лера, слово «разбудитель» ассоциации, буквально 2-3. Будильник. Так. Суме такие банальные, видишь? Надо быстро спрашивать. Еще моя собачка, наверное. Ага. Потому что он главный разбудитель в моем доме. Вот это хороший ответ. Где ты здесь спрашиваешь? Слово «разбудитель»? Чихуахуа-хоныши где эти? У тебя «чихуахуа»? Нет, у меня «йоркшерский зверь». А, ну тоже рядышком. Тоже рядышком. У меня мальтийская оболонка. Две штуки, в количестве двух штук. Ты у меня видишь два разбудителя сразу. Спокойствие. Вот. Теперь у тебя еще есть утреннее шоу «Утро со звуком», так что подключайся. Тут никогда скучно не бывает. Друзья. «Разбудитель» такая замечательная рубрика. Вы нам отправляете заявку. «Возбудим нежно». Вот, да. Как «возбудим»? «Возбудим нежно». «Возбудим». Что-то я не понимаю. Это собачий к тебе подходит и носик облизывает, да? «Возбудим нежно». Так они и делают именно. Но так настойчиво, ты знаешь, что… Нельзя не проснуться. Что нельзя не проснуться, да. Ну что, гулять хотят. И во сколько это происходит? Лера, хочу пи-пи. Выпусти меня, хочу пи-пи. Да ладно, выпусти меня. Нет, ну они так благородно, типа, не играть хотят. То есть, ну рано приходится вставать. Но даже не из-за них, на самом деле. Ну рано. Потому что я учусь, и когда мне надо там к первой паре, то я и в 8, и в 7 стою. Я же, знаешь, я ненормальный артист. Я поздно очень приезжаю с концертов и встаю в 7 часов. И вот от меня все водители сбегают, которые лейбл нанимают, чтобы возить меня на концерты. Они от меня сбегают в больших количествах, потому что… Потому что собаки застали весь салон. Потому что они не могут работать реально в таком режиме. Они говорят, слушай, какой-то ненормальный артист. Все артисты в 3 часа ночи приезжают. И в 3 часа дня встают. А я приезжаю в 3 часа ночи и встаю в 7. Они говорят, а мы так не можем. Дай им совет запасного водителя в багажнике носить. Вот так и будет. Слушайте на Радио 13.